Приветствую вас на моем канале. В этом видео мы попытаемся познакомиться с программой STM32CubeMX. Программу бесплатно можно скачать с официального сайта STMicroelectronics, либо из других источников. Она предназначена для первоначальной настройки проектов на базе микроконтроллера STM32. То есть, если мы делаем какой-то проект на микроконтроллере, то нам перед основной программой необходимо произвести все настройки, инициализация всех необходимых периферий, настройка частоты тактирования контроллера, опять же периферии и прочее, прочее, прочее. Если это делать напрямую работы с регистрами, то каждый раз нужно заходить в документацию на данный микроконтроллер, смотреть какие там регистры, что нужно выставить, чтобы получить то либо иное значение, и также сложность при расчете тактовой частоты, там много, опять же, коэффициентов деления, настройки PLL, умножителей и прочее. Все это необходимо находить в документации и потом переносить в код. Так вот, программа CubeMX предназначена для того, чтобы пользователю было намного проще произвести эти настройки. Итак, при запуске программы вот у нас такое окно, но еще упомянуть, что программа классная, поддерживает все микроконтроллеры, которые выпускает фирма STM Microelectronics, но на данный момент минус в том, что она поддерживает санкции против России, и ее онлайн функционал, а именно скачивание библиотек того контроллера, который вам нужен, сейчас ограничено. Не знаю, будет ли это работать через VPN или прочие возможности, или когда вы будете это уже смотреть, это будет разблокировано непринципиально, но сейчас для ее полноценной работы необходимо скачивать отдельно репозиторий. Далее покажу, как все это сделать. Поехали. Здесь у нас предыдущие проекты, файл, что у нас тут? Новый проект, загрузить проект, предыдущие, далее там, когда создадим проект, сохранить его можно. Такие базовые функции. Windows, что за outputs? Видимо, какие-то сообщения, не надо, уберем. Help. Здесь открывается документация на 522 странице по STM32CubeMX по данной программе. Ну, прям большая и, возможно, подробная. Наверное, позже я ее даже почитаю. Если что-то будет прям суперполезное, то сообщу в отдельном видео. Сейчас необходимости в этом я не вижу. Далее. Обучающие видео. Какие-то настройки непонятные. Проверка обновлений. Будет работать, не будет. Нет, на данный момент работать не будет. Ну и ладно, мне очень хотелось. И управление пакетами, которые на данный момент недоступны. То есть здесь вот эти самые пакеты, которые у нас для серии STM32C0, F0, F1 и так далее, серии микроконтроллеров. Чтобы скачать самые современные, актуальные, нам нужно подключение к серверам. Но он нам это сделать не даст. Даже если мы введем логин и пароль с сайта STM, то на данный момент это сделать не получится. Но может быть и я просто что-то не так сделал. Ну и наконец переходим к программе. Выбираем файл. Новый проект. Нет. Подключение нам не надо, потому что я скачал репозиторий. Открывается вот такое окно, где мы выбираем микроконтроллер, либо отладочную плату, с которой будем работать, для которой хотим написать прошивку. Здесь у нас сверху микроконтроллеры. Далее. Даем и нет. Виды отладочных плат, которые поставляются официально. Ну и клоны и так далее. Есть какие-то примеры. Ну в общем это нам не интересно особо на данный момент. Итак, здесь если мы еще не определились, то есть удобный поиск по параметрам. То есть пример нам нужен контроллер с объемом памяти. Мы хотим там что-то, ну прям очень сложное на нем делать. То выставляем вот границы, которые хотим получить. По памяти, по прочей периферии. Сколько у нас тут таймеров. Количество от 11 до 14. Сколько АЦП, сколько ЦАПов и так далее. Вот видим есть где-то даже 16-битные АЦП на каких-то контроллерах. АВ-74 серия. Ну в общем здесь вот видим, что очень большой список параметров, по которым можно подобрать контроллер, который будет подходить именно под ваши задачи. Но в моем случае это отладочная плата. И пусть это будет на микроконтроллере STM32F103. То есть здесь я могу просто написать 103. Так, здесь по параметрам он не подходит, да? Поэтому он минус пишет. Нажмем Reset фильтры. И попробуем еще раз. 103. И вот он показал список доступных контроллеров. Они отличаются буквами после 103. Там различные параметры по памяти, по корпусу, количеству ножек и так далее. По-моему у меня там C8. Не принципиально. C8, T6. Выбираем. И вот у нас доступные контроллеры. Выбираем его. Далее здесь мы можем почитать его краткую информацию. Его примерную стоимость. При покупке 10 тысяч штук цена одной штуки выйдет 2,8 долларов на данный момент. Здесь основные его параметры. Можем ознакомиться. Далее. Без сети не даст. Здесь вся документация, которая может относиться к данному контроллеру. Как конкретно к нему, так и общая какая-то информация. К примеру, вот эти заметки применения Application Notes. Общие советы по использованию АЦП, подключению к какой-то периферии, использованию различных протоколов и так далее. Если мы нажмем на любой из них, то в браузере откроется страница с данным документом. С этим, к счастью, проблем нет. Открывается нормально. И здесь также то, что больше нас интересует. Это видимо общая информация, где там страница, то всего. И, наверное, здесь где-то полная документация с описанием регистров, где более тысячи страниц. Ну, в общем, все это можно здесь найти. Далее. Так, дата-шит вот отдельно. А, ну, кстати, он открылся. Ну, это краткий дата-шит на 114 страниц. Без описания регистров. Окей. И либо щелкаем два раза на нужный нам контроллер, либо нажимаем Start Project. Нажимаем. Загружается. И открывается вот такое окно, в котором мы будем производить настройку необходимой нам периферии. Здесь показан внешний вид нашего чипа, который мы выбрали в данный момент в корпусе LQFP48. И видим вот таким вот бледно-желтым цветом подсвечены ножки питания. И другими цветами подсвечены ножки, которые у нас уже чем-то заняты. К примеру, вот когда мы наводим на любую из ножек, мы видим ее обозначение. Щелкаем левой кнопкой мышки. И появляется список, что на ней может быть. Мы ее можем подключить к АЦП, использовать как простой порт ввода-вывода, триггер и так далее. Давайте, к примеру, настроим ее на работу в режиме выхода. К примеру, управление там светодиодом или подача сигнала на какой-то транзистор. Выбираем GPU Output. Она подсветилась зеленым цветом, то есть она у нас занята под какую-то задачу. Далее. Здесь соседнюю мы можем допустим GPU Input. То есть здесь мы будем считывать состояние. К примеру, это внешняя кнопка. Нажата она или нет. То есть первый вариант выбора, это здесь вот на модели мы выбираем, что тут допустим это АЦП будет. Таким образом назначаем эти контакты и далее настраиваем. Либо мы переходим сюда, в правое окно и открываем здесь менюшку. Разбито по группам, либо можем выбрать здесь по алфавиту. Ну давайте по группам. Итак, системное ядро. ДМА, это у нас доступ к памяти прямой, пока использовать не будем. GPU, это у нас ножки ввода-вывода. Мы две уже назначили, они вот у нас здесь появились. И тут мы можем настроить, к примеру, выбираем эту ножку, которую мы назначили на вход. И ниже свойства, которые мы хотим ей задать. Это у нас будет вход. Можем выбрать, что хотим включить внутреннюю подтяжку резистором к плюсу, либо к минусу питания. К примеру, посадили вот на землю. Внутренние резисторы порядка 40 кОм имеют сопротивление, как подтяжка к верху, так и к низу. И также можем задать имя для этого вывода. К примеру, давайте напишем button. Готово. И видим, здесь появилось имя button. Перейдем ко второй ножке, где у нас выход. Здесь настройки. Состояние вывода по умолчанию. Низкий либо высокий уровень. Какой у нас будет выход? В режиме push-pull, то есть транзистор и вверх, и вниз может подтягивать. Либо open drain, то есть открытый сток. И у нас транзистор может подтягивать только к земле. По команде контроллера выбираем нужный нам вариант. Опять же, можем подключить внутренние резисторы при необходимости. Здесь только подтяжка к плюсу питания. Если попробуем режим push-pull, то здесь как вверх, так и вниз можем подключить резистор при необходимости. И у контроллеров STM есть функция задания быстродействия ножки, работающей в режиме выхода. Это максимальный частот, по-моему, 2 МГц, что-то 5 и 8. Ну, далее посмотрим. Вроде как это нужно, чтобы ограничить скорость переключения, то есть на сильно точной цепи или еще куда-то, чтобы вывод не переключался прям очень быстро. Ну, вот такая вот функция есть. Есть ли в ней какой-то смысл? Ну, пока же практика. И опять же, давайте подпишем, допустим, это у нас выход. Ну, пусть будет LED, светодиод. Готово. Здесь видим, названия у нас изменились. Для этих ножек во вкладке NWIC мы можем настроить прерывания. Ну, пока что этого не делал. Далее, вкладка независимый Watchdog Timer. Это Watchdog Timer, встроенный микроконтроллер, который тактируется от независимого встроенного RC-генератора, по-моему, на 40 кГц. То есть, если мы его включаем, то он у нас работает всегда, когда подано питание на микроконтроллер. Нажимаем Activate и здесь настраиваем его настройки под нужную нам частоту срабатывания. То есть, через какое время он будет делать Reset, если мы его не сбросим. А какое в итоге время получим, он здесь, видимо, нам не показывает. Жалко. То есть, это, видимо, придется пересчитывать именно вручную. Ну, чтобы понять, через какое время он сработает. Окей, далее. Здесь у нас настройка разнообразных прерываний. Это ознакомительное видео по данной программе, поэтому с большинством функций этих я еще не работал в процессе, потом разберемся. Поэтому так поверхностное изучение, которое необходимо для минимальной работы. Далее, RCC. Это у нас вкладка, где настраивается тактовая частота нашего микроконтроллера. Если мы перейдем на вкладку Clock Configuration, то здесь у нас внутренняя схема, которая показывает именно, как происходит тактирование узлов микроконтроллера. На первый взгляд, здесь мы видим кучу каких-то полей, которые нужно как-то настраивать все вот эти делители, рассчитывать частоту. Но на самом деле здесь ничего рассчитывать не нужно. Это все делает программа за нас. Сейчас мы видим, по умолчанию, при подаче питания контроллер работает от встроенного RC-генератора на 8 МГц. И тактирует все, как мы видим, вот у нас на выходе везде также частота 8 МГц. Используя этот же внутренний генератор, не совсем стабильный, мы можем получить какую-то другую частоту. К примеру, мы хотим получить максимальную частоту, видим 72 МГц, которая доступна для данного микроконтроллера. Мы так сюда и пишем. 72. Нажимаем Enter. Он говорит, хотите ли рассчитать? Да, хотим. Говорит, что делители для частоты 72 МГц при тактировании от генератора на 8 МГц он не нашел. И предлагают доступный на 64 МГц. Нажимаем ОК. Видим, все коэффициенты у нас пересчитались. И теперь частота тактирования периферии получаем 64 МГц. Так что без крайней необходимости никакие вот эти коэффициенты нам подбирать не нужно. Теперь давайте вернемся обратно. И здесь включим внешний кварц, чтобы получить стабильную частоту тактирования, точно известную. И возможность более гибкой настройки итоговой частоты. Мы выбираем. Вот это наш основной кварц. Это у нас низкочастотный кварц. Вот здесь вот. Который нужен для часов реального времени. Так что если вы их не используете, либо вам не нужна особая точность этих часов, то здесь можно ничего не трогать. Здесь же мы включаем. Либо это будет у нас какой-то внешний генератор. Либо кварцевый генератор, который выдает уже прямоугольные импульсы. Либо обычный кварц с двумя контактами, которые мы подключаем к двум ножкам микроконтроллера. Выбираем. И теперь, видимо, здесь вот у нас загорелись зеленым еще два контакта, к которым и будут подключены данные выводы кварца. Теперь если мы перейдем во вторую вкладку. Настройки тактирования. И здесь, допустим, у нас кварц на 4 МГц. То здесь вот по этим цепям смотрим, что нам нужно переключить, чтобы он тактировался от этого теперь генератора. Так, ну видимо, либо попробуем здесь. Давайте попробуем вот эту переключить. Попробуем опять выставить частоту максимальную. Опять говорит, не может подобрать. 64, окей, пусть будет. Либо давайте попробуем включить вот здесь. Если такой путь. А, теперь у нас, видимо, путь для умножения частоты отключен. И мы не можем получить частоту выше кварца. Да, видим, что он переключился на внутренний генератор. Поэтому включаем здесь. Здесь у нас PLL модуль умножения частоты. Давайте возьмем кварц на 16 МГц. И выставляем максимальную опять частоту. Пробуем, получится или нет. 72. Да, теперь все получилось. Коэффициенты подобрались нормально. То есть еще раз, для задания источника тактирования и нужной частоты тактирования микроконтроллера здесь выбираем, подключен у нас внешний генератор или нет, кварцевый резонатор. Здесь, если нам нужна частота выше, чем частота кварцевого резонатора, то включаем PLL, чтобы смотрим сигнал нашел сюда, здесь и далее через нижнюю точку, проходил далее. Тогда мы можем задавать частоту тактирования микроконтроллера выше, чем частота кварца. И при необходимости ставить делители для понижения частоты какой-то периферии. Возвращаемся. Итак, с тактированием все понятно. Система. Здесь у нас что? Это включение отладки по ST-Link, поэтому здесь всегда выбираем, ну не всегда, а когда у вас есть обычный ST-Link 2, недоработанный Serial Wire. Здесь, видимо, опять подсветились два контакта, которым и будет происходить подключение. SVD, SVClock. И еще один есть Watchdog, но он у нас зависимый. То есть он тактируется от ядра микроконтроллера, то есть, условно говоря, от нашего кварцевого резонатора. Давайте попробуем активировать. Что у нас тут еще? А, это прерывание по нему. Настройки, опять же, делитель. Опять же, полученная частота у нас не указывается. Здесь давайте попробуем посмотреть. Это у нас независимый Watchdog. Он, видимо, тактируется от внутреннего RC-генератора, на который мы никак не можем повлиять. Он работает всегда. А этот Watchdog тут, видимо, не показан. Не вижу его, но и ладно. Далее, вкладка аналог. Это у нас АЦП. В данном контроллере у нас два разных АЦП. И вот у нас доступные подключения. Допустим, здесь мы хотим измерять напряжение, там напряжение питания, и хотим контролировать температуру чипа. То есть, у нас внутри микроконтроллера расположен термодатчик, который показывает, ну, некоторые значения, по которым можно примерно оценить температуру ядра и условно температуру окружающей среды. Так, здесь у нас подключение. Вот видим ножка PA1, которую я выбрал. Также можем настроить прерывания по работе АЦП и тому подобное. Следующие таймеры, доступные, которые у нас для данного контроллера. Часы реального времени. Включены они у нас или не включены. Настройки. Не знаю, пока с ними не работал. И в данном контроллере у нас 4 таймера. И здесь подсвечивается показывать, что могут быть конфликты с контактом, который мы уже определили под какую-то другую задачу. То есть, если вам нужно использовать 4 канал таймера, то этот контакт нам нужно освободить. Если нет, то нет. И тут различные настройки по тактированию данного таймера. 1, 2, 3, 4. У них могут быть разные свойства. Далее. Здесь у нас интерфейсы. Ка-Най-Туси. Видим 2 штуки. СПА-И 2 штуки. И УАРТ-И 3 штуки. Говорит, что недоступен, потому что ПА-11 у нас занят. Давайте его освободим. Ресет стейт. Готово. И теперь мы можем включить USB. Для этого в настройках частоты, вот он как раз будет у нас и ругаться, что максимальная частота для USB у нас 12 МГц. Здесь видим, сейчас получается 72. Выбираем ЕС. И происходит перерасчет. Он пытается подобрать частоту оптимальную для USB. Вот видим 48. Не 12, ошибся. Давайте еще раз попробуем здесь выставить 72. Так, он пересчитал все, что далее. Здесь можем выставить удивительно полтора. Чего? Интересно. Тут попробуем выставить 12. Как будто бы здесь что-то не так. Ну ладно. И еще один момент, это по тактированию АЦП. Здесь также нам не даст выставить высокую частоту для тактирования АЦП. Давайте, к примеру, пробую делитель изменить. И он говорит, что максимальная частота для данного контроллера тактирования АЦП должна быть менее 14 МГц. Поэтому он ее подбирает на вот таком безопасном значении. Окей. USB, настройки и так далее. Далее. Здесь у нас расчет контрольной суммы еще не пользовался. И вот эти функции FATFS. Не знаю, что это может. Карта памяти, FreeRTOS, USB девайс. Что это такое? Автодевайс. Ну, видимо, что-то по USB. Итак, здесь выполняем все необходимые первоначальные настройки нашей периферии. То, что где-то это может быть сложно и непонятно. К примеру, там для АЦП какие-нибудь прерывания. Вот эти вот куча. Где он тут? Настройки вот этого АЦП. Много строчек. То с первого раза пугаться не надо. Все равно необходимо будет изучать документацию. Изучать по ней все вот эти режимы. И тогда уже эти настройки будут нам понятны. То же самое, что и для портов ввода-вывода. Где здесь вот видно, что для входа мы можем настроить вот три режима. Вот подтяжка выключена, подтяжка вверх, вниз. Обозначили кнопку. То есть тут все понятно, на мой взгляд. И легко. То же самое будет и с другими вкладками. После того, как вы познакомитесь с данными узлами микроконтроллера более детально. Здесь выполняем всю необходимую первоначальную настройку нашей периферии. Здесь выбираем источник тактирования и настраиваем частоты, которые нам нужны. И переходим на следующую вкладку. Здесь мы задаем имя проекта. Рекомендую не использовать кириллицу, как в названии. Файлов, так и в пути к их месту хранения. Чтобы избежать лишних, никому не нужных проблем. Далее указываем при необходимости папку, где все это будет храниться. Здесь оставляем по умолчанию. Здесь выбираем ту среду, для которой мы делаем данный проект. Если вы работаете в QPD, то выбирайте здесь QPD. Если я работаю в ARRI, то я выбираю первый пункт. И версия тут максимально стоит. Здесь пока не разбирался. И оставляем по умолчанию. Тут ничего не трогаем. В конце наш выбранный контроллер. И здесь как раз и необходимо указать ссылку на репозиторий. Это папка, где хранятся все библиотеки конкретно для данной модели микроконтроллера. Поэтому, чтобы было проще, лучше вот тут указан путь по умолчанию. Создайте его, если он не создан. Создайте вот такие именно папки и туда ее скопируйте. Тогда никаких проблем. Ничего менять здесь не надо будет. У меня репозиторий расположен в другой папке, поэтому мне необходимо его изменить. Убираем отсюда галочку и указываем нужный. Но давайте далее я просто покажу, что будет, если репозиторий вы не скачали, не установили онлайн или не скачали с другого какого-то ресурса, как я. Как тогда это можно будет наблюдать? Далее. Здесь у нас спускаемся ниже. Код генератор. Выбираем, какие библиотеки копировать в наш проект. Но особо не принципиально, но лучше выбирать только необходимые, которые мы сейчас используем в проекте. Настроили там АЦП и прочее. Именно эти библиотеки будут копироваться. Какие файлы мы генерируем? Здесь под ваши нужды, но можно галочку не ставить. Здесь, если вы используете Kupimx, то обязательно здесь ставим галочку. Потому что сохранять пользовательский код при регенерации вот этого проекта. Если вы что-то изменили, там другой кварц, к примеру, поставили или добавили еще одну, еще один АЦП, то тогда после этого изменения ваш код не потеряется. Что за вкладка, непонятно. Ну, стоит и стоит. Здесь галочку у меня не стоят, ну и ладно. Код перед, код после тоже пока не используем. И темплей тоже пока не используем. Ниже, что у нас здесь. Это у нас все вот такие настройки. Кстати, забыл еще один моментик показать. Сейчас перейдем. Закончили здесь. Далее вкладка у нас последняя, Tools. Пока не изучал ее возможности. Видимо, она показывает ток потребления в различных режимах. Или что. Вот различные частоты, режимы работы настраиваются. И что-то она тут будет показывать. Ну, пока это без необходимости. Так что сюда не залазим. Так, один момент, который я хотел показать. Это у нас вот здесь вот то, что мы настроили. Иногда может быть полезно. То есть, если мы вот здесь вот называли вот эти имена. Что здесь у нас button подключается. Здесь LED. Тут давайте нажмем вот на контакте правой кнопкой мышки и ввести имя. К примеру, у питания мы здесь будем измерять вот таким образом. То может быть полезно перейти в pinout. Здесь вот этот пункт выбираем. И открывается табличка, где у нас отображаются все задействованные выводы и на что они настроены. Когда у вас сложный проект, то полезно, когда в начале программы у вас там, ну, обычно я делал, что на выводе PA1 у меня подключено там. Ой, неправильно я писал out. Изменяем на P. Тут также можно обозвать все вот эти выводы. Как вам будет необходимо. Это видим USB 1 и так далее. То есть список всех задействованных выводов и что у вас на них висит. Чтобы потом понимать, к чему обращаться. Что вот, где у меня кнопка? А, вот она у меня кнопка на выводе PC14. То есть список задействованных на данный момент выводов микроконтроллера. И здесь мы можем оперативно не по одной ножке, а сразу для всех в более удобном формате задать имя, за что они отвечают. Окей. Что далее делать с этой табличкой? Скопировать. Можно ли мне? А, все отлично. Можно вот так вот просто скопировать и вставить в документ, ну, там где вы работаете. Потому что здесь вот функция есть экспорт, но он экспортирует, насколько я понимаю, абсолютно все выводы. А это нам неудобно. Ну, давайте вот, допустим, вот этот пункт выберем, экспорт. Выбираем, куда сохранить. Сохраняется документ. Если мы его откроем, то увидим, что вот каждый вывод, номер вывода, его обозначение и какая функция на нем висит. Если открыть в таблице в Excel, допустим, то это будет все по таблицам более удобно. Но здесь, видим, все равно это неудобно, потому что указываются именно все поля. Все ножки используемые и неиспользуемые. Итак, готово, все настроили, теперь нажимаем генерейт код. Нажимаем. И он говорит, что в репозитории не обнаружены файлы для данного микроконтроллера. Если бы у нас был подключен интернет, точнее, если бы у нас был доступ к серверам производителя, то он бы все это подгрузил самостоятельно. Но в данный момент у нас этого нет. Если я нажму ОК, то он сохранит проект. Или что, вообще не сохранит? А вот нажал еще раз. Видимо, он просто ругался. Нажимаем continue. Генерируется код. Все. И мы можем открыть папку и увидим, что здесь что-то добавилось, но это не то, с чем мы можем работать. То есть это именно файлы данной программы kubemix. Больше мы нигде особо их использовать не можем. Но это будет неудобно. Поэтому переходим в Project Manager и теперь мы указываем репозиторий, где у меня хранится данная папка. То есть для контроллера F1 я выбираю ее сюда. Вот она появилась. Нажимаем открыть. Что такое? В чем дело? Или в нее надо зайти, я не помню. Давайте в нее зайдем. Вот так вот открыли. Пробуем открыть. Да, вот теперь он ее определил. То есть отличается тем, что у меня в пути есть еще буквы F1 и F0. Ну я просто не там распаковал. Указали путь конкретно к этому файлу. И теперь нажимаем спокойно generate code. Ни на что он не ругается. Генерирует. Готово. И теперь мы указывали toolchain IDF, в которой будем работать. В моем случае это ER. Мы можем сразу открыть проект. Либо открыть папку. Ну давайте откроем папку. Здесь вот теперь у нас создано все необходимое для написания программы. Там произведены все инициализации, все периферии, которые мы здесь настроили. И если бы я нажал там не открыть папку, а запустить проект, то вот здесь вот в папке e-varm. И вот он наш проект, который запустив, откроется ER. В него подгрузятся все вот эти необходимые. Тут он ругается на версию старую. Окей. Нажимаем. И вот все готово. Наш проект. User. Core. Открываем. File.main. И здесь мы можем видеть, что подключены необходимые библиотеки, которые мы хотели, собираемся работать. То есть подключены и инициализированы всякие АЦП и прочее. Также все вот эти их настройки, вот они все здесь сделаны. И далее мы уже пишем свой код. Следующий момент. По поводу, где у нас там было сохранять пользовательский код при регенерации. То есть вот мы создали проект, я закрываю kubemx. Закрыл. Далее здесь у нас находим main, инициализация. И вот у нас основной цикл. При необходимости мы здесь можем добавлять свои там инициализации и так далее. Ну вот основной цикл программы, в которой мы и будем работать. И здесь мы видим вот такие вот обозначения. Пользовательский код. Начало. Пользовательский код. Конец. И мы должны писать свой код именно между этими обозначениями. К примеру, вот видим начало. И давайте здесь вот как раз после while напишем. Ну и сейчас просто для демонстрации покажу, что вот пишу. Тест 1. Тут, допустим, мой длинный код, который работает. Далее я напишу то же самое, но не то же самое, а тест 2. Но теперь мы видим, что он после end, завершения пользовательского кода, и перед началом следующего кода. То есть он не находится в допустимом поле. И здесь давайте 3. То есть видим, что тест 1 в допустимом диапазоне, тест 2 между ними и тест 3 в допустимом диапазоне. Нажимаю сохранить проект. И вот вдруг мне захотелось использовать еще один канал АЦП. Что вынуждает меня изменить начальный файл в программе kubemx. Открываем файл с проектом. Запускаем файл kubemx. Открывается программа, загружается наш проект. Готово. И давайте я допустим, ну вот тут условно говоря, здесь делаю выход. Вот я что-то изменил. Теперь IR я могу закрывать или не закрывать, без разницы. И нажимаю генерейт код. Готово. Он создан. Так как у меня IR открытый, я могу здесь ничего не нажимать. Я просто все сворачиваю, либо закрываю. Здесь же в программе он говорит, что файлы были изменены. Нужно ли их перезагрузить? Говорю, да, для всех. Опять ругается то, что мы сохранили файл из kubemx в старом формате IR. А данная программа IR использует более новый формат. Нажимаем ОК. Готово. И что мы теперь наблюдаем? Что у нас тест 1 и тест 3 остались на месте. Наш код, который мы писали, остался и никуда не делся. То, что было здесь, тест 2, у нас пропало. На это следует обращать внимание, чтобы не потерять впустую свой код. И также здесь вот различные поля для вставки, ну, для вполне себе комфортной работы. Да, видимо длинное получилось видео по вполне себе простой программе kubemx. Но пусть будет такое. Вроде бы все необходимое, что нужно знать о ней на начальном этапе я указал. В следующий момент я опустил. Давайте еще откроем проект наш. И я не рассказал про добавление констант. То есть здесь в любом окошке или не в любом. Внизу можно найти вкладку User Constants. Мы можем здесь создать какие-то константы, которые нельзя будет менять во время работы программы. Они инициализируются перед основной программой. Определяются как конкретно заданное значение, либо как какое-то выражение, основанное на ранее заданных значениях. И дальше при необходимости вставляется в программу. Изменять их нельзя. Ну, давайте добавим. Допустим, переменная a у нас будет иметь значение 12. Добавить b будет иметь значение 23. И переменная, допустим, c, которая будет равна a плюс b. Или, к примеру, давайте еще переменная d, которая будет равна порт c таким образом. То есть они будут определены через defines. Здесь, разумеется, нужно создавать более сложное название, чтобы оно нигде при любом раскладе больше не упоминалось. Условно вот такое. Чтобы случайно не было замены. И через defines эти константы будут определены. И им присвоено это значение. Ну, пока просто информирую, что есть такая возможность. Далее с ними как-нибудь поработаем. Возможно. Еще одну настройку я не показал. Project Manager. Advanced Settings. Менюшка, которую я пропустил. Здесь у нас есть возможность выбрать, какую библиотеку мы будем использовать для работы с данным объектом. С АЦП, допустим, халовскую, либо LL. Есть возможность выбрать, какая библиотека, какие файлы будут подключаться. Лично я библиотеку LL, скорее всего, рассматривать не буду. Поэтому всегда будет либо халовская, либо CMC. И последнее по поводу, где взять репозиторий. Ссылку нашел на каком-то форуме. И здесь вот есть сохраненные файлы. Все необходимые, которые вам могут пригодиться. Куб Мэкс, программатор, монитор, IDE, документация и так далее. Документация у нас тут что? По семействам. Ну, различные файлы, которые могут пригодиться. Куб Мэкс здесь разные версии, в том числе последняя, по-моему, 12-я. Поэтому такой большой объем. Скачивайте нужную вам версию и работайте с ней. И репозиторий. Весит, как можно было заметить, он 112 гигабайт целиком. Но я скачал себе только те контроллеры, те семейства, с которыми планирую в ближайшее время работать. Это F0, это F1 и F4. Здесь также собраны, в том числе, предыдущие версии. Поэтому он так много весит. Скачиваем только то, которое вам нужно. Но обычно это последнее. То есть находим здесь максимальное число. Видим 1280. Именно этот файл, архив, мы и скачиваем. Потом разархивируем в том месте, которое я показывал. Либо в любом другом. Тогда нужно будет указать на него путь. Как я показал ранее в этом видео. И тогда все у вас должно пройти нормально.